Нагайский период в истории Башкирстана Имеют прямое отношение к родам Нагаев То есть, как известно, родовые структуры, начинающиеся с корня Нугай, входят во многие родовые структуры Башкир Это говорит о том, что определенная часть Нагаев, которая осталась на Южном Урале, она была ассимилирована Башкирами Но, как указывают источники, вплоть до 20 века, многие из них помнили о своем происхождении В частности, мой род Кубаляк, который относится к ластеру Каратабын Он сформировался практически в историческое время, в начале 17 века От припущения Нагайца, припущения Нагайца у Башкир, Каратабынской области Но его внуки уже стали полноценными вочениками Каратабынского рода То есть, это один пример, когда оставшиеся Нагайцы смогли достаточно успешно интегрироваться в родовую структуру Башкир И я повторяю, этот пример не единственный Мы видим массовое включение Нагаев в структуру башкирских родов Поэтому, можно сказать, что мы имеем родственные связи с Нагайцами У нас, в общем-то, в наш культурный фонд Башкир вошли многие эпические произведения Связанные с Нагаями, Нагайской Ордой Известные по седу Каймурадым имеют прямое происхождение, связь с Нагаями При этом надо отметить, что возникновение Нагайской Орды для Башкир было новостью Поскольку их политическая, скажем так, автономия в рамках империи Чингисхана То есть, наличие вотчиного права Она позволяла им иметь самоуправление Фактически, это был такой средневековый автономный анклав Который имел четкое разграничение отношений с империей То есть, это налог кровью, то есть, служба империи В обмен на право владения вотчинными землями Ну и, соответственно, вотчинные земли фактически подтверждались выплаты ясака империи Но распад государства Джучидов привел к тому, что образовалось сразу несколько государств На территории бывшей Золотой Орды И одним из самых крупнейших, влиятельных и военным отношений наиболее мощным была Нагайская Орда Как известно, династия Дигея открыто отказалась от преемственности власти от чингизидов То есть, они выдвинули свою концепцию, свой генеалогический миф Согласно которому они вели свое происхождение от известного тюркского мистика, суфия Ахмеда Ясави И, кстати, башкиры, многих правящих, так сказать, лидеров Нагайской башкирии В своих фольклорных текстах в Шажере называют Баба-Тукляс Как известно, это прозвище этого знаменитого суфийского деятеля То есть, для башкир, в общем, генеалогическая трактовка династии Едигея Она была вполне знакома, известна на уровне, повторяю, народного восприятия При этом надо отметить, что Нагаи возродили в своем государстве королевую систему Которая была не характерна для империи Чингисхана То есть, они вернули к старой племенной структуре Но, что интересно, вот это деление на центр левое и правое крыло Не включал территорию Башкирии Это установил замечательный, к сожалению, ныне покойный следователь Нагайской орды Вадим Леонидович Трипалов Который отмечал, что Нагаи не включили в крыльевую систему территорию Башкирии Это очень интересно Это говорит о том, что Нагаи где-то сохраняли традиции империи То есть, поскольку территория Башкирии была автономной территорией То и они не стали ее делить на административные какие-то единицы То есть, она сохранилась как целый регион Но при этом Нагаи установили прямое правление Башкирии То есть, они создали четвертый титул в структуре ногайских правителей То есть, после, собственно, Бия, главы государства Нураддин, Кейковат и четвертый, как бы, Чин Четвертая должность, четвертый титул в рамках Нагайской орды Это наместник Башкирии То есть, именно с него, говорит Три Пауэр, начиналась управленческая тренировка Будущих правителей Нагайской орды То есть, теоретически получалось так Что главой Нагайской орды не мог стать человек Который с юности не проходил административную практику Управляя Башкирии То есть, это служило своего рода таким, скажем, школой управления Управления башкирами И, естественно, что вот эта вот отдельная территория в рамках Нагайской орды Она имела и свои административно-фискальные особенности То есть, Башкирии в составе Нагайской орды Это был регион, который выплачивал дань Нагайской орде Как известно, сами Нагаи не платили дань в пользу своего правителя То есть, башкиры тем отличались от Нагаев Что они были обложены ясаком Причем, как говорят источники уфинской приказной избы Речь шла не только о традиционном ясаке для башкиры Это, прежде всего, пушнина Но вот я обнаружил документ 1644 года Где были опрошены, прежде всего, сами башкиры А жители Уфы, уфинские дворяны Которые администрации интересовалась Какая форма управления была башкирией до прихода русских И башкиры, как и уфимские дворяны, отметили Что наряду с ясаком, который выплачивался пушниной Башкиры еще и обязывались пасти скот Нагаев То есть, фактически, здесь описывается традиционная форма выпаса скота подчиненным селению То, что у башкир называется хаун Или в научных трудах саун То есть, оказывается, Нагаев практиковали форму именно распределения скота среди башкир С целью выпаса его на территории башкирии Так, по крайней мере, отмечено в этом документе уфимской приказной СБ Кстати, у Вадима Митцевича я подобного ничего не находил То есть, получается, что форма эксплуатации башкира Она была довольно комбинированной и неоднозначной В других источниках я нашел тоже интересный момент Это знаменитые документы, опубликованные Георгом Миллером Там отмечается, что башкиры выплачивали леса, в том числе, ловчими птицами То есть, вот прежде, например, я подобных элементов управления башкирией не находил Но наиболее известна память с Нагайской ордой Башкир связана с правлением башкирии наместника по имени Акназар Он так называется в башкирских шажере О нем, в общем-то, очень много рассказывал Петру Ивановичу Ручкову Первому историку края старшина Каратабынской области Кедряс Малакаев И он отмечал, в частности, что именно Акназар Установил настоящую систему управления башкирией Но если смотреть, кем был этот человек Вообще, надо отметить, что идентифицировать его удалось благодаря исследованиям Очень известной казахского историка Ерофеевой Ей удалось доказать, что это тот самый Акназар Кстати, Трепавл высказывал эту гипотезу, но не доказал ее Является знаменитым казахским правителем Хакназаром То есть тот самый Акназар, который, как известно, погиб в 70-е годы 16 века Который активно проводил политику по собиранию казахских земель И известно, что в детстве, после разгрома казахского государства Нагаями Дети хана Касима, один из них как раз Акназар Попали в плен Нагаям И правители Нагайской Орды воспитывали их как будущих правителей казахских степей То есть они готовили их как своих вероятных союзников Своих, в общем-то, зависимых от них вассалов И именно Хакназар, он же Акназар, в общем-то, выступал в роли будущего правителя Но он и установил, говорят башкирские источники Ту самую систему, которая вошла и в фольклор, и в шежере И отразилась даже в документальных источниках Ну вот Кедряс Мулакаев отмечает, что именно Хакназару удалось полностью обложить башкир-исаком То есть он создал целенаправную систему Во-первых, во-вторых, как отмечает Кедряс Мулакаев Акназар определил территорию кочевания башкир Запретив им переходить в западном направлении реку Белую Это вполне объяснимо Дело в том, что после Белой на запад уже не было серьезных водных препятствий Для того, чтобы достичь границ Казанского ханства Дело в том, что значительная часть, особенно аристократов Башкирии Она не могла смириться с подчиненным положением И искали возможность, чтобы уходить на территорию приграничных земель Казанского ханства Почему? Потому что, в отличие от Ногайской Орды Башкиры в Казанском ханстве были востребованы именно как воины Поскольку Казанское ханство, государство, в общем-то, имевшее аллогенную элиту Пришедшее к Сулуму Хаметам, как известно А население земледельческое Оно, в общем-то, не склонно было участвовать в военных акциях Казанского ханства Поэтому, по мере усиления конфликтности Казани с Москвой, в частности Им необходима была очень значительная кавалерия, конница И башкиры в этом отношении действительно пользовались спросом Мы имеем несколько тарханных ярлыков, казанских ханов Которые связаны именно с поступлением башкир на службу казанским ханам Вот этот отток населения на Запад пытался предотвратить наместник Уфы Кстати, я не упомянул, что Уфа является древнейшей столицей в Башкирии Не с момента прихода русских, а именно еще в период Ногальской Орды Она становится центром управления этим наместничеством То есть здесь находился непосредственный управитель данной территории И, в общем-то, точно мы не можем локализовать, где, собственно, на территории Уфы находилась ставка Но все-таки мое предположение, что она находилась ближе не к реке Уфе Где заложен был русский город, да, собственно, на территории монумента дружбы А ближе все-таки к реке Уфе Поэтому, собственно, и название города, древнее название связано с рекой Уфой А не с рекой Белой, как это логически бы казалось То есть там находилась эта ставка Там находился наместник Ногальской Башкирии И он проводил очень жесткую, целенаправленную политику Для того, чтобы предотвратить отток башкир Для того, чтобы собирать исак Для того, чтобы башкиры, в общем-то, не имели возможности Дисперсно расползаться по всей территории Например, Южной Башкирии по степям Вот Кедряс Млакаев говорит, что Акназар запретил башкирам иметь больше одного котла на три семьи То есть часто задают вопрос, какой смысл имел этот запрет Очень просто, дело в том, что настичь крупную партию людей гораздо проще, чем отдельные семьи Поэтому как раз то, что кочевник, полукочевник без котла просто не может существовать Поскольку он употребляет кисломолочную пищу, а не просто молочную Поэтому им нужен котел для переработки молока Поэтому вот такая интересная мера Она позволяла обнаруживать башкир В том случае, если они стремились уйти с территории Ногайской Орды Но надо отметить, что сами башкиры в Шижере Несмотря на то, что Ногайское владычество нарушило древние традиции имперского положения башкир Как автономного народа Тем не менее, они понимали бессмысленность сопротивления То есть в Шижере некоторых родов прямо отмечено, что мы малочисленны А Ногаев очень много Вот, кстати, эта оценка, она кажется для нас, в общем-то, такой не совсем точной Но вот, как отмечает Вадим Венцевич Ногаи могли в период своего могущества посадить в седло до 600 тысяч воинов То есть ни одна армия мира того времени не могла похвастать такой вооруженной мощью Поэтому народ, который насчитывал менее 100 тысяч человек Естественно, оказать серьезное сопротивление не мог Он подчинился Ногаеву, признал правила игры То есть, и, в общем-то, как отмечают те же источники фольклорного характера Башкиры и Ногаи кочевали практически в одних и тех же локациях То есть, в основном, это вдоль крупных рек Естественно, Ногаи занимали господствующее положение Они контролировали самый ценный ресурс Башкирии Это пойменные территории вдоль рек Почему? Потому что там находилась самая качественная кормовая база для скота Именно поэтому, когда начался уход Ногаев в территории Башкирии Многие башкирские роды подъявили права на огромную территорию, кстати, на юге Вплоть до реки Эмбр Вот это вот очень интересный момент То есть, вплоть до северного Казахстана Башкиры считались своими вотчинными территориями Несмотря на то, что там еще долго оставались Ногаи Но вот известно, что Исследователь яицкого казачества Рябинин Обнаружил документ, в котором говорится Что башкиры претендовали даже на территорию столицы Ногайской Орбии Собственно, на сарайчик То есть, они считали эту территорию своей вотчиной Вот В чем причина? Почему все-таки Ногаи начинают постепенно уходить из Башкирии? Следует отметить, что в историографии возникла такая идея Что этот уход был стремительным и одновременным То есть, многие историки связывают это, в частности, с падением Казани Но так отмечено, кстати, и в башкирских Шижере Что именно приближение русских создало угрозу качелью Ногаеву в Башкирии И они начинают постепенно двигаться на юг В частности, в казахские степи Тем не менее, источники отмечают Что это движение из Башкирии Ногаев было достаточно постепенным То есть, и здесь не только, кстати, фактор политического давления со стороны Москвы После 1552 года Но и то, что называется у нас в истории малоледниковый период То есть, так называемый минимум Алдора Который начинается с середины 16 века Привел к тому, что, как пишется в Шижере Башкир Скотт начал гибнуть от сильных морозов Наводнения стали заливать посевы Кстати, вот интересно, что, казалось бы, классические Ногаев-кочевники Тем не менее, у них имелись довольно значительные посевы зерновых И вот эта ситуация, когда климат резко меняется Создала предпосылки для ухода Ногаев в более южные широты Они этим воспользовались И повторяю, сводить все к политическому фактору, наверное, будет не совсем верно Тем более, надо учитывать состояние Ногайского общества 50-60-х годов 16 века Дело в том, что после взятия Казани Начинается многолетняя борьба Внутри политической силы Ногайской Орды Известно противостояние Бии Юсупа и Нураддина Исмаила Которая закончилась победой Нураддина Который опирался на Москву Но эта победа была во многом первой Почему? Потому что источники, в том числе Ногайские дела Свидетельствуют о том, что убийство Исмаила было, мягко говоря, не слишком убедительным От него уходят даже его близкие родственники То есть, во многом его обвиняли в чересчур, скажем, сильном сближении с Москвой И его, скажем, ближайшие родственники даже отмечали, что он имел якобы Конечно, это в какой-то степени миф, что он чуть ли не изъявлял желание креститься Но, действительно, Исмаил очень сильно зависел от товарных поставок из Москвы Известно, что, начиная с Василия Третьего Москва проводила такую дифференцированную политику в отношении Ногаев И ставку делали, прежде всего, на Нур-Аддинов, то есть, правителей западного крыла Ногайской Орды И благодаря этому, как раз Исмаил, опираясь на поддержку Ивана Грозного Смог, в общем-то, одержать победу Известно, что в период вот этого климатического кризиса Москва оказывала очень серьезную поддержку зерном Ногайской Орды Она, даже нарушая, в общем-то, традицию торговли с кочевниками Поставляла не только огнестрельное оружие, но и воинов Для защиты ставки Ногайского правителя в период вот этой смуты В период братоубийственной войны При этом надо отметить, что башкиры после взятия Казани Выступили как политический субъект Несмотря на то, что они, казалось бы, находятся в подданстве Ногайской Орды Они официально обратились к Москве именно как самостоятельный народ С просьбой принять российское подданство Несмотря на то, что отношения, например, Исмаила с Москвой были вполне благополучными Тем не менее, они решили заявить о своих политических правах И выступить именно как политическая суверенная единица Вот это очень важный момент, потому что очень часто говорят о башкирах Как о, скажем, совокупности родовых структур Я такие оценки, например, нахожу в западной литературе Они говорят, что у башкиров не было политического единства У них не было государства, хана Поэтому это была такая, в общем-то, аморфная масса Которая переходила как, так сказать, кубок От одного ханства к другому Ничего подобного На самом деле башкиры осознавали свое политическое единство И вот доказательством этого является самостоятельное решение принять российское подданство Причем это было заявлено еще впервые в 1552 году Но процесс занял практически столетие Потому что зауральская часть Башкирии Она не так активно стремилась войти в состав российского государства Но, тем не менее, башкиры, имея на своей территории еще нагайских правителей Изъявили желание войти в состав российского государства Причем любопытно, что нагайи не смогли предотвратить вот этот шаг башкир То есть они покидали территорию Они стремились захватить с собой часть башкир То есть увести как подчиненное население У кочевников, кстати, это достаточно распространенное явление Когда есть доминирующие этносы Есть подчиненные этносы Между ними отношения неравенства Вспомним хотя бы Владимирцева Его знаменитую книгу То есть у монголов просто были крепостные общинники Вот нечто подобное В общем-то установилось отношение между нагаями башкирами И какая-то часть башкир уходит на юг вместе с нагаями Во всяком случае самый большой родовой кластер Это табынцы Они ушли, значительная часть ушла из центральной башкирии вместе с ними на юг Возвращение их произошло уже в конце 16 века Через 2-3 десятилетия они вернулись Причем любопытно, что к моменту возвращения на их вочные территории Уже установили свои права Добившиеся от Москвы вочных прав Юрматинцы Вот эта ситуация, когда возвращаются старые владельцы территории А юрматинцы как бы здесь уже получили грамоты Она создала очень любопытный казус Два этих крупных башкирских рода Стали выяснять отношения И, кстати говоря, традиция победила То есть табынцам, вернувшимся табынцам Удалось доказать древность владения этой территорией Но, в частности, наиболее спорной территорией Была вочные угодья по реке Усолки Это приток Белый Там, где сейчас курорт Кровноусольск Как раз возникла такая любопытная коллизия И, в конце концов, табынцы смогли доказать свои права То есть, все-таки, лишь незначительная часть башкир Ушла вместе с нагаями в Казахстан И дальше туда, на Кубань То есть, как оставшиеся нагайцы на территории башкира Были ассимилированы башкирскими родами То же самое произошло с башкирскими башкирами Которые были увлечены нагаями на новые их территории Причем, на протяжении всего XVII века В источниках я нахожу документы Которые указывают, что часть нагаев С территории Казахстана стремилась вернуться на территорию башкирии Известно, например, в 1644 году 2000 нагайцев во главе со своим правителем Султан Муратом Обратились к Москве с просьбой выделить им кочевень на территории Южного Урала Но в соответствии с положением башкирского поданства На разрешение на кочевание Должны были дать, в том числе и башкиры То есть, они должны были выразить желание принять этих нагайцев Но, тем не менее, в 40-е годы XVII века Башкиры решили не выделять им кочевья И Султан Мурату с его двумя тысячами нагайцами Пришлось возвращаться на юг Вот это пример о том, что не всегда отношения были простыми Между башкирами и нагайцами То есть, спустя полстолетия они помнили еще Те отношения, которые существовали в период, например, середины XVI века Собственно говоря, подводя итог Необходимо сказать, что действительно этот период Он вошел в историческую память башкир Он вошел в фольклор, он вошел в поговорки Город Уфа связывается в памяти башкир Именно с Баба-Туклясом То есть, с поколением правящего рода Едигея Поэтому это не случайно И следует отметить, что башкиры Они воспринимают нагайцев как родственный народ Очень близкий по языку, по культуре, по религии Кстати говоря, и у башкиров и нагайцев Очень почитаемый именно традиционный основа ислама Это говорит о том, что мы действительно очень близки Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!